Всем привет, с вами канал Maros Life И сегодня мы с ребятами в Праге Знакомьтесь, это мои друзья Артур и Саня Ребята приехали в Чехию поработать на 3 месяца И сегодня они расскажут в этом выпуске О своем опыте работы на нескольких заводах Почему на нескольких, смотрите видео до конца и узнаете Поэтому, ребятки, усаживаемся на остроушки И погнали, мы начинаем Ребят, вопрос к вам, с чего все началось Я так понимаю, что вы приехали сюда в феврале месяце Расскажите, пожалуйста, как готовился пакет документов Как вообще попали в Чехию и так дальше Ну, смотрите, как начиналось Началось с того, что подписка на твой канал Сработало, да? Да, подписались, как бы увидели контакты под видео Анна Александр, трудоустройство в Чехии Обратились, все конкретно объяснили Сколько документов ждать, сколько, ну, как полностью процесс происходит Предложили какие-то вакансии, выбрали вакансию Сделали документы довольно-таки быстро Мы 9 декабря подались И, получается, 29 декабря мы уже поехали на подачу визы То есть, получается, что за визы? Да, да Сделали документы быстро, да, четко, получается Тоже они их подготавливают с запасом на время И можно было податься на визы Короче, запас у тебя получился Ну, довольно Там где-то около месяца, да? Чтобы вы могли спокойно поехать Да Потому что очень часто, знаешь, люди пишут И много ребят пишут, что Приходят документы, едут подаваться А в реальности уже виза начала капать То есть, уже идет То есть, они еще визу не получили Даже не подались, а она уже идет Уже такой опыт был, да Да? Это я вот сам третий раз приехал И, как бы, первый... Ну, наверное, первый раз, да, когда ехал Документы уже, получается, ну, отчет пошел Именно от приглашения А визы еще нет, ну, то есть, дни терялись Ну, да Ну, а как бы в этом плане, ну, документы сделали, ну, нормально Подались, получили визу Ну, супер Конечно, в последний момент перед выездом Вылетом, так скажем, в Чехию С этими тестами у нас Ну, да, получается, я помню, ты мне писал Это был как раз февраль месяц И начало Поменялись правила въезда в Чехию Тесты, респираторы Я еще врать Не разбери, я такая Да, нам не хватило, кстати, сколько? Одного дня, наверное, не хватило Чтобы заехать без теста, да? Да, без теста Ну, пришлось сделать, да, доплачивать, получается Сколько мы заплатили По 1200 мы заплатили за тест Ну, да Были какие-то моменты, нюансы с выездом Какие-то проблемы? Потому что, я так понимаю, неразбериха была везде Как и в аэропортах, так и, в принципе, при въезде Что-то проверяли, спрашивали Да, то есть, когда мы уже стояли на регистрации То есть, начали нас регистрировать Попросили эти тесты То есть, должны были быть в двух экземплярах То есть, на русском языке и на английском На русском все нормально А на английском языке все было Все было заполнено Кроме одного Фамилии и имени То есть, в этом ця была загвоздка И, как нас предупредили в аэропорту Так, ребята, у тебя, допустим, нет имени Есть два варианта событий Либо не летите, летите завтра То есть, переделывайте тесты А еще добавки попадания, да? Конечно, да Либо мы можем решить это полюбовно То есть, ну, 50 евро Ну, как нам изначально предложили При регистрации Говорят, мы можем вам От себя просто вписать ручкой Там фамилия и отчество Там уже прокатит, не прокатит Это уже такое То есть, да Они нас повали тем, что Чехия может вас не пустить Не пустить Согласились Давайте мы чем-то там будем переплачивать Не, ну, по сути, если посчитать То выходит даже дороже Если бы вы делали два теста, правильно? По сути, чем вы заплатили Но, тем более, опять же, незнание Не то, что вы там не знали Ситуация Либо летишь, либо не летишь Да, я согласен с вами Тут 50 долларов в эти роли не играют То есть, да Ну, мы согласились заплатить Моментально, в принципе, сразу на почту Выставили эти тесты Прямо перед посадкой Мы последний самолет зашли Ну, более-менее выдохнули Прилетели в Чехию? Прилетели в Чехию В аэропорту, в принципе, даже ничего не спрашивали То есть, спокойно Тесты предъявили? Тесты, да, эти предъявили, да То есть, они поулыбались Все, проходите Вопросов к вам нету Так, там такое дело было Он этот тест, он его даже и не читал Он так, знаешь, мы ему показали Он посмотрел А4-таши Он на него глянул Типа, все давания То есть, как бы можно было и не переплачивать эти 50 евро Можно было просто там, ну, я... Ну, это ты уже сейчас говоришь, Саш, понимаешь? Потому что на тот момент, кто его знает Как бы оно было изначально, это понятно Окей Вы приехали в Прагу Естественно, я так понял, что добрались в Пилзань Да? Вас там встретили Да, да, все нас встретили Заселили На следующий день мы поехали Нас отвезли Сделали нам повторный тест После чего заселили в Апчау И буквально через 2 дня пришел результат Нам нужно было отсидеть 5 дней На карантине Ну, это все такси Да, 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 да Самоизоляция, якобы Да, да Дали какой процесс Мы получили результаты тестов Отсидели 5 дней карантина Потом сразу же нас повезли на Лир На сам завод То есть, первый завод, в который вы ехали Это был завод Лир Да, да Нас отвезли туда Показали, что к чему То есть, рассказали Как проходить Инструктаж, наверное, что где находится Были тесты? Были, да Что с чем тесты связаны? Тесты элементарные Техника безопасности Техника безопасности Элементарно, примерно Чтобы мы хотя бы понимали С чем мы будем работать Да, да То есть, сдали пистолет Обычный И, я не знаю Ну, как склепки Платформа к этому К пене Пена от сиденья Да, да, да И надо было просто один раз нажать На пистолет этот Скоба попала Закрепилась Ну, то есть Ничего сложного Походу, этот тест проходят все Все, абсолютно Да, да А тут так, знаешь, как Приехали, кнопочку нажали Все, уехали Ну, то есть, да Показать, что элементарные вещи Мы знаем Я понял Что дальше? После чего? Ну, это у нас два дня, по-моему, проходили Да, мы первый день приехали Вот эту кнопку, так скажем Назвали, там, не знаю Пристрелили эту пену В платформу пене На второй день уже Были более такие серьезные Как бы тесты Там, ну, именно Техника безопасности больше Там, объяснили, показали Мы, ну, дали там Плюс-минус Ну, сложности, короче, никаких Нет, абсолютно никаких Пришли на работу Пришли на работу, да Первый день Ну, это был такой у них месяц Я так понял Это месяц Февраль у них был Они работали с пресс-часами То есть, по 12 часов сразу То есть, сразу с корабля на бал Да Такой Да Ну, то есть, непривычки Было тяжело в плане ног Просто ноги болели Ну, в моем случае уже привычно Ну, я как бы наоборот Более, ну, рассчитывал на этот пресс-час Мы пришли, уже когда вышли на работу Подошел мистер Говорит там Кто, типа, имел с чем делом Кто там на сканере работал Кто там шел Ну, мы молча простояли Куда постоят, туда и постоят Ну, не знаю По поводу Сейчас, кстати, я перебью У меня сразу вопрос возникает Как коммуникация? Были переводчики на заводе? Есть Да, да, да Переводчики Быстрее С этим проблем нет Не то, что он там вам говорит А вы стоите Нет, ничего подобного Постоянно Если у них, допустим, возникают Какие-то к нам вопросы Они вызывают переводчика Подходит, я не знаю Мистер или партяк Ну, то есть И тут, и тут Без разницы Перекладача Да, перекладача Приходит С переводчиком Ну, и какие вопросы возникают Они нам задают И мы, в принципе Спокойно общаемся Ну, это супер Далее поставили уже на позиции Мы показали процесс работы По поводу До работы нас довозят Ну, то есть Довозили автобус Приезжает на остановку Время нам сразу дали на 4 Чтобы мы знали Во сколько Не опоздай Мы выходили там За 5 минут Садились на автобус Всех по городу собрали Автобус бесплатно? Бесплатно Бесплатный Автобус, да Да, супер Хорошо Интересно Что Не получилось на Лире Потому что Я помню, ты мне писал Что Что-то не сложилось Были проблемы Именно Те, у кого Трехмесячная виза Как бы Нас Сократили Потому как Я не знаю С чем это связано То ли Производство Остановилось Я не знаю Ну, как-то Короче, не объясняли Сказали, что Не работаете С такого-то дня И все, да? Что Как агентура Отреагировала на это? Отреагировали Как бы Нормально Ну, как Сказали Ну, конечно Жаль, что Так получилось Не, ну не развернули Не сказали Типа Ну, ребят Извините Идите Валите Работы Валом Хотите Ищите Водители Домой После сокращения Меня первого Сократили Я Понятное дело Я в шоке был Ну, да Только приехал На одно Да Ну, в этом плане Вот именно Пришел на агентуру Объяснил ситуацию Ну, в принципе Они уже и сами знали Они Предложили Говорят Ну, есть Такие-то заводы В нашем случае У нас уже Оставалось Полтора месяца Визы Сказали Не каждый завод Не каждый завод Может взять Да Типа У вас Короткая виза Как бы Либо Дайкин Либо Панасоник Ага Ну, то есть Выбор все-таки Не дали Выбор Дали Ну, в любом случае Не сказали Что идите Сами Ищите себе Правильно Либо Ейте домой Все Ну, я выбрал Дайкин Но Когда я уже Пришел на Тесты Тесты Находятся Возле Убутовни Там Так скажем В подвале Там Кабинет Панасоника Дайкина То есть Я пришел Начал уже Проходить Тесты Тоже Там Плюс-минус Ну, такое Координатор Заходит Говорит Кто там Такой-то Такой Я говорю Я На Панасоник Я говорю Почему Да Типа Дайкин Не согласен Вас брать Я такой Блин Ну, говорю Ладно Ну, что Ну, в этом плане Как бы Хоть не остался Без работы Ну, да Потому Как Ну, знакомые Говорят Ну, те Кто ездил Через какие-то Другие агентуры Говорили Типа Вот Если Сокращают То Работу Другому Не предоставляют Либо Вы Ждете Пока У них Там Я не знаю Карантин Какой-то Пройдет Или Пока Возобновится Производство И тогда Только Увидите Ну, опять же Видишь Ты Как говоришь Опять же Кто остается Без работы Нужно Проплачивать Общежитие Это раз Ну, я сейчас Не говорю Конкретно За Говоришься за тех людей Которые Мне тоже Много Кто пишет Говорят Ребята Помогите Пожалуйста С работой Потому что Нас кинули Мы только приехали Первый день Нас киданули Реально Сказали Работы нет В смысле Взяли деньги То есть Взяли за документы Они приехали Их поселили Еще и за общежитие Платить Там 4 500 Но работы нет В смысле Как То есть В этом плане У тебя Такой ситуации Не было Тебе Предложили вариант Устроили на работу На другую И ты пошел На другую работу Буквально Сразу же Я Когда Только Сократили Получается Я на следующий день Вышел На обучение На панасоник Я прошел Ну тоже Так Инструктаж Там Все дела И все Потом Сразу же После обучения На следующий день Я уже вышел На тесты На самом заводе Стал тесты И все Приступил к работе Ну супер Ну теперь давай поговорим Чуть наверное подробнее О панасонике Что вообще за работа Потому что я наслышан О том что там рай Для мигрантов Для зарпетчанцев Там работа небележащего Там легкая работа Платят тоже как бы немного Вроде бы Ну относительно Хотя Я не скажу Что там прям Мало совсем платят Может с расчетом того Что берут за жилье Там 4500 Ежемесячно Оплата небольшая Что за работа Работа В принципе Как ты орешь Не бережать Так оно и есть Работа на самом деле Очень легкая Потому как Я не знаю Работал на разных заводах Вот именно Касаемо панасоника Там Самая такая легкая Что там делали В моем плане Это телек Делали телевизоры Да Там получается Линия Конвейер Первые стоят На шуруповании Шуруповерт И они эти шурупы Вкручивают Там Получается Подходит Большая плата Ну зависимо от телевизора Там у него Разных Диагонали Все они Вкручивают Там Кто там Эти провода Платы Подсоединяют И Далее идет По конвейеру Там уже У кого Какая позиция Я вот Был в конце линии На последней позиции У меня Задача была Ко мне подходит Телек Ножку Попадете на пенопласт Передавайте привет Скажи честно Телики можно покупать Чешского производства Ну мы старались Мы старались Как бы Ты сейчас Посмотрели на Украине Сейчас Вот Подносоди Перед отъездом Перед отъездом При конец Спартика Говорю Может Как-то Это Бонус Ну бонус Телевизор Хоть маленький Телек Там Не знаю 45 дюймов Ну тут Просмеялся В следующий раз Приедешь Я тебе Большой Окей Что Вообще Я так понял Работа Легкая Не тяжелая Что По жилью Какое жилье Вообще Жилье Отличное Я бы сказал Прям капитальное Потому как Семейная пара Это понятное дело Заселяют отдельно Ну вот Как бы В моем случае Я был на разных Адентурах Там В комнатах Есть От трех И до пяти человек Заселяют в комнату В нашем случае Мы вот С Артуром Вместе проживали Ну там Как бы Всех заселяют По два человека Есть там Где по три Ну В принципе Но я не встречал Как бы Да Везде Одним У кого не спрашивали Короче Целинжие условия За которые Четыре-пятьсот Не жалко За место Получается Да Потому что Вскоре Четыре-пятьсот Это вообще Даже не подходи Пять И выше То есть Реально Да Ну то есть Койко Место Там где Может и пять Человек Жить И семь То есть Да Жить комфортно В разные Смены Живешь Четыре-пять Человек Ну да Кто-то Пришел Сработан Кто-то Уходит Но это Вообще Так Вот у нас Душевая Щекарная Дальше Идем Кухонька Так И это вот Комната На два Человека Есть комнаты Там где По три Проживают Так Шкаф Купе Холодильник Все как надо Так Главную комнату Забыл Показать Вот она Что с питанием Панасоники Столовые Или сами Брали С собой Готовили Столовая Есть Там Получается Начиная От 25 Ну вот Я как раз К раннюю смену Работал И решил Первый раз Взять Первый Последний Раз Я кстати Один раз Тоже Когда только Пришел Раз Пошел Купил В основном Так готовили Сами Да Но есть Возможность Пойти Заказать Поплата Столовая Есть Еда Вкусная Ну то есть Первая У тебя Сука Я не знаю Рассоль Кстати Извините Перебью На Лире Бесплатное Питание Там Еда Шикарная И стейки И рыба И рыба А по цене Салаты Бесплатные 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 Там была Бесплатная Ну что Снять На заметочку На лир Если что Бесплатная Еда И бесплатное Жилье Если Что Ходить нужно Если ты Отрабатываешь Целый месяц То есть Получается Если у тебя Беспропуск Беспропуск Без уважительной Причины Короче Ходишь на работу 22 рабочих дня Минимум Ну зависит Сколько ты там И Состояние Опять же Отрабатывать Их Если Они Предлагают Там През часы Правильно Да А там Кстати На лире Там През час Обязательно Да То есть Ты не можешь Отказаться То есть Если тебе Обряд Там Завтра Ты выходишь Так-то И На Допустим На 12 часов Ну то есть Надо Солошаться Но опять же Это день Понимаю Что плавненько Перешли Опять Вернулись К лиру Давайте Может Чуть подробнее Все-таки Ребятам Расскажем Про лир То что Вам Пришлось Видеть То что Вы на себе Прочувствовали Что За процессы Реальные Кроме шуруповерта Там Начиная От манипулянта Заканчивая Я не знаю Складыванием Сидений То есть Я вот Был на Разных Позиций Мы Попали на Отдел Ауди Там Получается БМВ Порш Ауди Мы работали На Ауди И Практически Вот я Саш Стоп Для ребят Для зрителей Лир Это Автозавод Панасоник Это Производство Телевизоров Чтобы Не было Потом Вопросов Ауди Телевизоры Какие-то Может Там Еще Будут У кого-то В голове Чтобы Мне не писали Там Комментариев Вот Значит Получается Ты приходишь На работу И каждый День У тебя Разная Работа Не так Что ты Приходишь Один И тот Ж Супер Глазами Одно Смотри Это Не всегда Почему В нашем Случае Так Было Это Из-за Как нам Объяснили Это Было Из-за Карантина Так Как Многие Чехи Были На Карантине Нужно Было Одного Второго Подменить И поэтому Нас Практически Каждый День Ставили На Разные Позиции Уже Крайние Четыре Дня Я уже Стоял На Одной Позиции То есть Получается Я Складывал Готовые Сидения На Ящики Какая Тяжелая Позиция На Лире Самая Тяжелая Я Не знаю Как Сказать Два Человека Два Разных Мнения Твоя Позиция Самая Тяжелая Какая Моя Позиция Мне кажется Было Тяжело Складывать Эти Сидушки Потому Что Они Двойные Весят Они Киларом 18 Наверное Мне Так Показалось У нас Тяжело Я понимаю Потому Что Сзади Идет С Металлическим Корпусом Там Зависимо От Модели Машины Понятно Если Это Спортивное То Оно Тяжелее Да То есть Там Идет Ящик Пять Секций То есть Тебе Нужно В самом Пятую Секцию На Прямых Руках В таком Положении То есть Поставить Ну Нелегко Но Все равно Ко Сум Привыкаешь Упираешься Ногами В этот Ящик Он Отодвигается И Тебе Нужно Спину Ломать И Поэтому Последнюю Позицию Либо же Центральную Тебе Приходится В наклон Держать Это Сидение И Чуть Поднапрячься У тебя Тяжелая Позиция На Лере Честно Я Не могу Ответить На этот Вопрос Потому Как Ну Я не знаю Ты уже Привыкший Да В моем Плане Красиво Привык Как Мне Показалось Я На Этой Позиции Не Был Артур Был На Натягивание На Паралон Кожу Сидение Так Слышишь Это Что-то Похоже С Фаворец Потому Что На Фаворец Мой Друг Серега Харьков Тоже Был На Фаворец И Как Раз Тоже В Четыреста Четыреста Было Большой Большой План Большой Большой Без Таких Перерывов Кстати Вот По поводу Перерывов Были Какие То У вас Там На Обед Допустим На Перекур Можно Спокойно Отлучиться В Туалет Например Нет Нет Рабства Как У меня Было На Фаворец Где Ты Стоишь 5 Часов И Уже Но Ты Все Стоишь Блин Не Масла Ну В момент По поводу Если Не на Перерыве А вот В момент Рабочего Процесса Да Ты Спокойно Подходишь Допустим Не знаю К Мистеру Подходишь Мне надо То есть Он тебя Заменяет Он Находит Человека Который Тебя Заменит Ага Он Сам Может Стать На Твое Место Только Не Мистер А Хорошо Что По Перерывам Допустим Начинается Рабочий День Насколько Начинаются Смены Какие На Том Жиле Смены Там Получается Загарили По 12 Часов То есть Начало Смены Когда В 3 Часа Ночь Стоп В Три Часа Ночи Это Час 15 Это Когда Были Прис Часы На Лире Когда По 12 Часов Да Это Считается Дневная Смена Там Не В Три Нет Там Не В Три Там В Три Сорок А Нас Нас В Час 15 Автобус Забирал Ночью Два Часа Мы Ехали На Завод Я Не Помню Он На На Далеко Он Всех Соберет Он Собирает Долго У У Нас Первая Остановка Мы Получается Первый Садимся Спим Пока Он Соберет Без 15 Три Он Был На Это Тяжело Это Было Тяжело В Жилье Именно Находилось Недалеко От Завода То В принципе Нет проблем Ты Привыкаешь Ко всему А В нашем Случае Нам Нужно Выйти На Остановку Водитель Пока Всех Соберет Пока Мы Доедем Получается Смена Начинается В Три Ночи Три Три Тридцать Три Ночи Три Три Утра И До Трех Дня 12 Часов А Сколько Засчитывали Часов 11 11 45 А То есть Перерывы Которые У вас Были Четыре Перерыва Когда По 12 Часов Четыре Перерыва А Когда По 8 То Три То есть Четыре Перерыва Два По 25 Один 25 А Остальные По 10 Сколько В таком Режиме Отработали В таком Десять Часовом Получается Мы Вместе Отработали Десять Дней Потом Меня Первого Сократили И Далее Артур Работал Получить Я так понимаю Все Наверное От заказов Зависит Да Да Это Все Зависит От заказов Мы Просто Попали В тот Момент Когда Заказы Были Понял Это Получается По сути Восьми Часовка С 6 Утра Только Вас Вводили На Придчас Якобы Ранний Правильно Потому что Я Просто Вспомнил Тоже Фауренцию У нас Такая Ситуация Была С Это Аналогичная Тема Только У вас Это Чуть По Другому Плюс Естественно Считается Выезд С дома В час Ночи Пока Доберемся Понял Ну Жили Я так Понимаю Там Ж На Том Ж Общежитии Жили Ничего Нам Не Супер Хорошо Артур Мне Саша Рассказывал Что Ты попал В такую Ситуацию Не очень Хорошую Заболел На Работе Ковида Да Расскажи Пожалуйста Более Подробно Для наших Зрителей Страшно Ли Болеть Ковида Платят За Это Не Платят За Это Потому что Очень Много Моментом Нюансом Я По себе Скажу Так Ремарочка У нас На Минсюбисе Платят То есть Если ты Заболел Пошел 60 78 Процентов В зависимости От того Как Ты Попал Государство Оплачивает Не Оплачивает То есть Все Это Есть Как У вас Было Ну Получается Ввели У нас На Заводе Обязательную Сдачу Каждую Неделю Тестов На Ковида 11 Марта Я Сдал Тест Днем Пришел Домой Вечером Мне позвонил Координатор Сказал Так-то Так-то У тебя Положительный Ну Я и по себе Чувствовал У меня Было Недомогание В тот Момент Именно В тот День Чувствовал Что-то Не то И Слабость Была И Такое Чувство И Температура Поднялась Ну В общем Позвонили Сказали Что У меня Положительный Тест На Следующий День Приехал За мной Координатор И Мы Поехали Сделали Повторный Тест Ну И Повторный Оказался Положительный После Чего Сказал Две Недели Я буду Сидеть На Изоляции У тебя Отселили Ну Нет Мы Жили Там Мы Жили Вместе Да Мы Жили Вместе Ну Не болеет Уже Сколько Прошло Вот Да Просидел Я Полностью 12 Дней На Карантине И В этот Период Так Получилось Меня Сократили Это Это Слира Да Это Сократили Слира И Я Позвонил Просил Как Что Делать У меня Какая Это Была Середина Моего Карантина Я Отсидел Карантин Пошел После Чего Пошел На Агентуру И Они Мне Предложили Альтернативу То есть Идти на Панасону Как Выбора Другого Не было Так Как У меня Оставалось Около Месяца Моего Моя Виза До Конца Я Согласился Ну То есть В этом Проблем Не возникло Без Работы Не Оставили Я Понял Главный Вопрос Тебе За Карантин Заплатили Или Да Процент Был Процент Был Ну Я Так Думаю Процентов 70 65 70 То есть Агентура Себе Деньги Не Забрала А Тебе Сказал Типа Ну Ты На Карантине Нет У меня Конкретный Вопрос Был То есть Я Пришел Спросил Мне Будут Что-то Выплачивать В Период Карантина Ну Чтоб Я еще И должен Не Остался Сказали Все Нормально Какой Процент Мы Не Знаем Потому Что Это Все Ведется Бухгалтерией Ну То есть Выплачиваем Это Так Понимая Завод На каждом Заводе Есть Свои Проценты От 60 И Выше Ну Нам Смотри Нам Изначально Когда мы Только Подавали Документы Мы Этот Вопрос Поднимали Интересовались Что Если Вдруг Мало Попадем На Карантин То Будет Ли Он Оплачиваться Сказали Да И Оплатили Это Супер Потому Что Я Помню Как Все Началось Много Агентур Просто Давали Заднюю Карантин Нам Никто Ничего Не Платил Мы Ничего Не Знаем Это Опять Жж От Подписчиков От Зрителей Которые Делятся Комментария Там Проблем Никаких Не Возникло Но Супер И Между Этим Трудоустройством Пока Меня Устроили На Panasonic Прошло Примерно И После Того Как Я Вышел Из Карантина Прошло Буквально Дни 5 После Чего Меня Устроили Ну А Тесты Получается Все Доделал Это Все Бесплатно Да С Тебя Ничего Не Высчитывали Там Ничего Не Забирали Нет Окей Переходим Ко Плате Это Важный Тот же Момент Который Заманивают Объявления Лир Хорошие Цифры Дает Показывает Там От 100 Сколько 150 Если Не Ошибаешься От 140 До 160 160 Я Плачу Плюс Бонус Девчонка Говорила У нее Вышло Она Получается Она Работала По Карте У нее Вышло Около 200 Часов И Она Получила То ли 1100 Евро По 30 1000 Евро Вышло Это За 200 Часов Я Так Понял У вас Нет Смеша Спрашивать Сколько Вы Заработали За Месяц Лира Потому Что Я Понимаю Я Не Был От Работ Что Если Брать Панасоник Для Сравнения Я Понимаю Что Меньше Оплата Легче Работа Женщины Тоже Работают Работают Да Семей Все Работают Пенсионеры Сколько Реальности Средняя Оплата За Час С Бонус Потому Что Знаю Это Начинается От 110 Сейчас Именно С Апреля Месяца Вместе С Бонусом Это 120 Бонус От Самого Завода Панасоника Это Зависимо Ну Тоже Сколько Ты Отработаешь От Двух До Двух С Половина Тысяч Корон Короче По сути Тысячу Долларов От 22 Тысяч До 26 Тысяч Долларов Двух Зарабатывать Можно Зависимо Сколько Ты Берешь Аванс Аванс Я Общим Беру Аванс Да Можно Если Есть 3 Часы Да Это Немаловажно Это 3 Час Обычную Норму Ты По 8 Час Спокойно Ходишь Работаешь Без всяких проблем Это 160 Часов По Те же 120 Крон Зарабатываешь Где-то Порядка 18 22 Тысяч Зарабатываешь Правильно Но Там Если Есть Перечас Если Есть Бонус Если Не болел Ходил Все Нормально То Пожалуйста Получаешь Достаточно Хорошую Суму Самое Главное Что Нет Китка От Этого Потому Что Много Фирм Которые Заманивают Сначала Пишут Все Круто Все Классно Приезжаешь Тест Высчитали То Высчитали Там Высчитали В итоге Сидишь Ну Приехал Работать Это Конечно Круто На самом Деле Что Фирма Как бы Позаботилась Об этом Тем более Очень приятно Что поехали По Нашей Рекомендации И По итогу Не прогадали Ну Я не знаю Довольны Вообще Этой Поездкой Или Так Ну Честно Говоря Я бы Сказал Так Себе Ну Так Как Я Приехал В третий Раз А я Карантин Вот этот Я не знаю Чехия Конечно Я понимаю Тебе Больше По обстоятельствам Которые В Чехии Произошли Скорее Если бы работал На Алире То Было бы Совсем По-другому Ну Так Из-за этого Карантина Коронавируса Трошки Планы Пошли в сторону Примерно Помнишь Сколько Ты Потратил На поездку На поездку Сюда Сколько В общем С документами Совсем Ну Где-то Тысяч Не знаю Десять Наверное Это С билетом Совсем Вместе С билетом Вместе С тестом Понятно Что ты их отбил Это я думаю Естественно Не в ноль Вышел Конечно же Не в ноль То есть Плюс Ну конечно Плюс Есть Я бы Полторушку Долларов Заработал Честно Более Ну так Сейчас Пождею Плюс Минус Больше Больше Ну я Не то что Скажу Что это Плохо Ребят Не подумайте Что я там Сейчас Скажу Вот Да Сейчас Я выгораживаю Все Классно Потому что Вот мы рекомендуем ребят Они приглашают Они везут И в итоге Ты заработал Полторы тысячи долларов За три месяца Нет Просто у ребят Сложилась такая Ситуация Ситуация Да Нам просто По ситуации В этом случае В этом случае Их агентство Не бросило Их не отправили Домой И не сказали Идите вон на вокзал И ищите себе Работу сами Потому что Я знаю таких Ребят Знаю Такие агентства Которые так делали И таких поверьте Очень много Вот Помимо этого Ребята еще платили За жилье По 4 500 И без всяких проблем Как бы вышли в плюс У тебя Артур Первый опыт Я так понимаю Да Мне было изначально Ну не по себе Потому что С непривычкой С непривычкой Языка не знал В другой стране Никогда не был Ну то есть Так Ну Хоть с напарником Не Ну ты довольный Вообще Своей победой Я так понимаю Это у тебя Такая Более ознакомительная Да Это было Ну это первый опыт Да Хотя бы Прицениться Оценить Стоит Не стоит Ехать В принципе В принципе Да Супер Ребят Вам Спасибо за информацию Тебе спасибо Отзыв Потому что Это очень важно Когда Обычные Люди Обычные Ребята Которые Пробовали Все на себе Делятся С нашими Зрителями Не только Именно на нашем Канале А вообще На других Каналах Тоже Потому что Это важно Знать И понимать То есть Не каждый Попадет В такую ситуацию Кто-то попадет Промолчит Кто-то попадет Расскажет То есть Вам респект Большой Ну а вам Друзья Просьба Поддержать наших Героев Своими лайками Не забудьте Поделиться этим Видео С вашими Друзьями Есть что Обсудить У кому Есть что Добавить Пишите Пожалуйста В комментариях Кто был На этих Заводах Panasonic Лир Может кто-то Что-то там Добавит Расскажет Если остались Какие-то вопросы Задавайте Будем тоже Стараться Отвечать Ребята Периодически Будут заходить Я думаю Будут отвечать На ваши вопросы Если что Если вдруг Какие-то Моменты Нюансы Остались Так что Всем спасибо Увидимся В следующих выпусках Всем пока Пока Пока